Всем привет! С вами снова Женька Бич и снова с вами еженедельная подборка быстрых машин. И сегодня я выцегнил вот этот вот Opel Astra в кузове J с гордыми снова буквами OPC. Так что встречаем! Откуда эта аббревиатура взялась? Я уже говорил в прошлом выпуске о Opel Performance Center в Прокорсу зажигалочку, а сегодня мы будем говорить немножечко о другом. Я хотел начать выпуск с банального осмотра, чем они отличаются от обычной Astra и J в этом кузове, там ее бампер, как я уже говорил, там вот эти вот фальш-воздухозаборники, кстати они фальш-не фальш, ну вроде бы да. Ну в общем-то здесь в этом плане у Корс, там неважно OPC, там все фальшивое, ну ладно, мы об этом не будем. Вот, я даже хотел там обойти там все эти линии, формы, которые бедняги, эти кузовщики, которые там через лет пять будут вообще лепить эту машину, потому что вы посмотрите, она станет еще более доступной в руках этих там 18-летних студентов, куда-нибудь будут прилетать, но и это мы тоже все опустим. Я даже хотел взять и рассказать вам, с чего начиналась история, взять концепт Astra OPC Extreme, этот концепт из 2001 года, который из-за высокой стоимости так и остался в единичном экземпляре, кстати, в нем использовался двигатель 4 литра из Cadillac North Star, который в принципе так и остался этой северной звездочкой, этой несбыточной мечтой. Но и даже это мы опустим, и даже в этом обзоре мы не будем говорить о первой Astri в 99-го года, в которой инженеры из 136 сил вытянули 160, и это мы опустим. Потому что на самом деле, эта машина настолько капризная, что я, как обычно, я все машины эти рассматривал в покупке, и это была одна из альтернатив М3, и я даже теперь не знаю, правильно я сделал, что такую машину купил или нет. Об этом мы сейчас узнаем в процессе разговора о ней. Так что теперь мы просто бегло пробежимся по ее линиям, посмотрим там ее диффузор, выхлоп на обе стороны, все вот эти вот космические линии, ее форму капли, и дальше мы полезем в салон, хотя нет, мы полезем под капот, и оттуда мы начнем наше путешествие. Посмотрим, какие заявочки у нас тут есть. Итак, что мы имеем? Мы имеем 2 литра, 280 лошадиных сил, в принципе, звучит неплохо, но 6 секунд до 100 уже, в принципе, нас немножечко расстраивает, как в принципе, этот пластик под капотом, который скрывает, наверное, какие-то привычки, которые там есть. Далее, что еще очень важно, этот мотор 280 сильный, он разжат вообще в сопли, а теперь полезем в салон и послушаем, как он звучит в купе с этим выхлопом. На самом деле, здесь такие чувства, немножечко растянутые, такие двусторонние, ну, естественно, то, что я говорил уже, начиная там с Корсу и ОПЦ, то, что здесь супер, то, что они не пожалели на салон, и здесь нас снова встречают Рикара, правда, но собственного производства, которое там одобрено у них там немцами, местными там ортопедами, из какой-то там фирмы АГР, в принципе, это все здорово, но и все же, и тут не обошлось без косичков, здесь вот сами, вот эти регулировки сидения внизу, они имеют такую, скажем так, опцию ломаться, и ломаться очень часто. это первый минус, а так все, в принципе, здорово, кроме того, что есть механические регулировки, и нормально будет свою руку потренировать, вот, но в то же время здесь есть регулировки, там, поддержек боковых и так далее, в этом плане супер, из чего здесь такие минусы, что, конечно, на мой взгляд, как они тут много не старались, конечно, многое, из чего здесь выглядит немножечко дешево, я бы так сказал. начнем с руля, то есть руля, это опять же обычная версия, немножечко, как бы скажем, модернизирована, это такая мини перекладинка внизу, маркировка OPC, конечно, именно вот в этой версии было здорово реализовано, с точки зрения там Alcantara, но с большего, вот этот вот вытянутый, это вот, не знаю, это знаете, как было в 80-х, там, спасатели Малибу, там девушки бегали с такими, сейчас так модно, ну, это, в общем, не очень, ну, и касаемо вот этих миллион настроек, которые тут есть в этой центральной панели, это такая, знаете, своеобразная Nokia 3310, вспомним вот прошлый обзор на Audi RS, в которой все было максимально минимизировано, не знаю, как сказать, то есть все было гармонично, мало и понятно, здесь, конечно, настроек стойка, что, мне кажется, что, если я сяду разбираться, я здесь еще на час остановлюсь, ну, и, естественно, еще один минус того, что они сделали этот кузов такой вот, вытянутой каплей, конечно, это здорово, красиво, космически, круто, но вот эти вот стойки, которые будут просто, я уже представляю, как они будут мешать обзор, это, конечно, что в корсе, что в этой, это, конечно, на мой взгляд, такая недоработка, ну, естественно, именно в этой, говорят она, хозяин говорит, это одна такая версия, здесь панорамная крыша, в этом плане, конечно, супер, реально круто, теперь расскажу о том, что мне напомнил хозяин, о том, что здесь стоит акустика инфинити, но она везде не везде шла, это была опция, она стоила там порядка 140 тысяч в России, поэтому не во всех можно будет наслаждаться крутейшей музыкой, ну и пока я тут немножечко ее подстенил, мы еще переместимся вниз, посмотрим на накладки на педали, они проединены для того, чтобы нога не соскальзывала, крутые решения пока нас ждут, заявочки такие на true sport, кстати, еще не сказала, самое главное про прибором, то есть здесь уже стоит в центре бортовой компьютер, в котором есть уже такие позиции, в курсе, после этого не было в этом, в таком бич-гонке для нищих, в этом даже есть самое что-то вообще, я был просто удивлен, это диаграмма, это вот круговая, скажем так, по перегрузкам, это там газ, тормоз и управляемость, и вот это реально меня удивило, более того, здесь еще есть встроенный хронометраж, не знаю как он работает, я так и не нашел по этой информации, но в общем-то все же здесь заявки на спорт есть и достаточно неплохие, что прокатимся на ней, посмотрим вообще что она себе представляет, ну что, как в принципе ожидал, не ожидал, я готовился к ней, читал про нее, да, у нее ход педали сцепления, конечно, вообще космический, передача, в принципе, я думаю, конечно, привыкнуть будет не так сложно, но ладно, итак, теперь мы будем разговаривать про ее косички, моя любимая тема, это когда я узнаю что-то новое в ней, достаточно их много, итак, читал про то, что перетираются жгуты проводов, это в принципе не так страшно, это мелочи, дальше, это проблема маховика, выходит он порядка 25-30 тысяч, лечится банально заменой на одно массовый маховик, который в принципе тоже брянкает, но при этом он не ломается и выхаживает намного дольше, также еще есть проблемы с ABS ESP, там есть кольцо, приводного вала, по-моему, называется, в принципе, лечится тоже достаточно недорого, быстро, там 15 минут, номерок я скинул снизу, вот, дальше еще есть проблемы, такая похожая на Lexus ESF, это сами полуоси, привода, они точно так же здесь меняются полностью в сборе, вот, есть, конечно, такие бич-варианты, там поставить гранату от Insignia, по-моему, или привод, в принципе, в сборе, ну это такое же, но опять же, если это тру-угонщик, то должен ставить тру-запчасти, вот, которые стоят тут от 500 долларов, уже так нормально, да, прочувствовали уже, здесь у нас все так же комплектуется все той же электронной дроссной заслонкой, что опять же, я еще пока так не прочувствовал, ездил в городе, но мне кажется, проблемы с перегазовкой тоже, в принципе, все же будут, сейчас не об этом, значит, мы сейчас будем разговаривать про коробку, которая здесь комплектуется, это F40, которая, в принципе, считается достаточно надежной, но в принципе, все равно, в ней есть какие-то проблемы, которые, если вылетают, то уже вылетают, как бы нормально, но, во-первых, это повышенная передача, там четвертая, пятая, там шестая, по-моему, это при таких переключениях, там вылетают сами шестерни, но единственный плюс, не вылетают, а слизывают эти зубы, единственный плюс в том, что сами эти зубы, они просто всыпаются в поддон этой коробке, и, в принципе, другим, как бы, не вредят, также, естественно, ну, похожие были еще причины со второй передачей, кроме шестерен, это еще были синхронизаторы, которые вылетают, кстати, коробка бьется целым узлом, не всегда есть возможность, просто, скажу, невозможность, а возможность легко найти на нее запчасти, также еще там из-за муфты могут быть проблемы, ну, в общем-то, если уже вылетит, то вылетит, но есть и простые, например, вещи, к примеру, там сама бывает не включается вторая передача, из-за того, что там заклепочка такая стоит, этот трос не упирается, и есть проблемы с включением второй передачи, поэтому не всегда все так печально и плохо, кстати, такую коробку ставили целый ряд автомобилей, это были там Seat, Lancia, Saab, Buick, Alfa Romeo, просто космос, их было там порядка семи модификаций, там для разных двигателей, там дизельных, там все это передаточными числами отличалось, но, в общем-то, не в этом еще суть, в 11-13-х годах, из-за проблем с синхронизаторами в коробках второй передачи, именно, вот, а именно не проблема тем, что не отсыпали, была целая что-то вроде дырной компании, когда их меняли по гарантии, вот, а причина была очень простая, это в том, что немцы забывали залить нормально масло в уровень в коробку, в общем, немцы тоже косячат, ладно, теперь будем разговаривать, самая интересная тема, самая жирная тема, касаемо вообще, ну, мы уже разговаривали, похожая в Корсах ОПЦ, теперь будем говорить про эти, это двигатель, двигатель А20НФТ, это вообще просто, помним видео про Корс, я рассказывал про жидкий поршень, здесь вообще еще все в миллион тысяч раз хуже, во-первых, да, здесь такая же есть проблема с тем же, с также прогоревшим поршнем, четвертого цилиндра, он точно так же прогорает с детонацией, но только здесь уже мы не будем там ванговать прошивки, там, кулера, здесь есть другая проблема, мы сразу прыгаем, будем так прыгать с темы на тему, это топливный насос и топливный фильтр, он находится в баке, и, значит, это все достается только со съемом бака, и самое главное, что сам фильтр, он запаян в колбе, и поэтому в этом плане очень часто он забивается, он там меняется, по-моему, порядка там 30-50 тысяч, конечно, я бы менял чаще, но меняют его так, он забивается, естественно, идет просадка по топливу, недостаточное давление, там порядка 3-3,8 атмосфер, хотя, когда это все чисто работает, это давление минимальное, и стабильно держит 4 атмосферы, вот, 4 бар, ну, в общем, не суть, и, вот, того, когда забивает, естественно, беденит смесь, и происходит детонация, ну и мы получаем то, что мы получаем, это понятно, что мы получаем косяки с поршнями, это еще ерунда, есть такая проблема, что в этой машине поршень и часть шатуна отделяется от второй части, скажем так, шатуна и коленвала, то есть его просто разрывает, или ломает гнезд и так далее, тоже, по-моему, вообще читал там много причин, в большинстве случаев это 4-й цилиндр, но на самом деле я видел и первый, и второй, и много чего начитал, кто там грешит на турбы, на куски там и так далее, но проблема имеет место быть, и есть такие вот предположения, не знаю, я не инженер Ташье, не знаю, как сказать, не инженер, в общем, у меня там три класса образования, то, что из-за того, что производительные форсунки, иногда они клинят, вот там по-моему 1500 литр 600, прям как и Корсо, и происходит топливный гидроудар, то есть я не знаю, честно говоря, как бы вот эту тему я ничего говорить не буду, звучит, конечно, по-космическому, но утверждает, что в момент, когда там поршень подымается, в этой верхней мертвой точке, в МТ, вот там это все происходит, и просто, просто нет шатуна, в общем-то проблема с двигателем, она открыта, все лечится заменой на капиталку, но и при этом говорят, что надо менять астрофорсы, потому что уже типа проверяли, ставили такие форсы на ваг, и в вагах тоже отстреливали моторы, в общем-то проблема есть, причина есть, лечится, опять же повторюсь, ковкой, ну и то, говорят, атаковка точно так же не всегда выхаживает, поэтому, понимаете, да, каприз этого моторчика, кстати, повторюсь, он ставился на много, о каких автомобилях, вот, и на многих версиях, но разжат в сопли он только здесь, кроме перегрязывать, то, что я говорил про электронные дроссели, которые, кстати, на которые тоже здесь грешат, еще на датчик массового расхода воздуха тоже грешат, но тут причина, скорее всего, из-за фильтров нулевого сопротивления, этого пескоструя, который все это выводит из строя, такое я тоже читал, кстати, большего-то интересно, что на того, что здесь есть блокировка, руль все же чуть-чуть влево-вправо тягает, тут также есть еще, ну кроме этого режима OPC, когда приборка меняет на красный, на красный свет, кстати, тоже бывали проблемы, читал, что OPC нажимаешь, приборка красной не становится, вот, такие тоже проблемы были, интересно, не знаю, становится нам быстрее ехать или нет, здесь точно также есть три настройки, гидроусилитель руля, тоже там спорт, advanced там и что-то там еще, пацан не пацана ракета, короче, пока ощущения такие достаточно приятные, ощущается ее динамика, читал отзывы некоторых журналистов о том, что впрыск есть, а ощущений нет, впрыск топлива, ощущений нет, но по мне здесь такая она, что-то, что-то чувствуется, здесь производитель, кстати, заявляет расход в 11 литров в городе, а хозяин заявляет 15 литров, то есть все не так, конечно, как заявил завод производитель, может быть они имели 11 литров в таком, в лайт-режиме, хотя это версия OPC, и 6 литров они заявляют за городом, еще не заявляет 6 секунд до 100, которые я уже говорил, которые мне очень впечатлительные, далее, что хотел еще не забыть сказать о том, что здесь стоит холодный термостат на 82, их было там на тот момент два варианта, 94 по-моему 82, поэтому не путайте, ставьте холодный термостат, на эту тему я могу вам скинуть внизу, если попросите, очень крутую тему, касаемо охлаждения двигателя и бла-бла-бла, вот, кстати стоит он тоже копейки, там от 7 до, по-моему, 12 долларов, далее тут, как и в старушке S60R, тут лопается, как, в принципе, пуканы этих квалифистов, про которых я машины снимал обзор, тут лопается коллектор выпускной, не знаю, как при этом дышится там двинскрольной турбине, но это очень частая проблема, и я даже читал, что у людей на форумах бывает там по три коллектора там в запасе, в общем-то еще один минус найден, также что еще хотелось бы немножечко поговорить, это о том вообще, что здесь они изначально зарядили и с какими они вообще вышли на рынок ништяками, во-первых, их там вышло две версии GTC и J, и в сравнении с GTC у нее был фирмс в этой занижен на 10, по-моему, процентов, также здесь было более жесткие пружины, по-моему, на 30 процентов там стабилизаторы, более того, здесь стоят жирные 355 тормоза в купе с машинками brembo и самое главное, что они составные и центра у них алюминиевая, а сами, ну естественно диски чугун, плюс еще естественно вентиляция, в этом плане конечно заявки такие реально победителей что ли, еще не сказал про про сами тормоза обещают, не обещают, а читал это про то, что на резине там Pirelli они добились торможения, скажем так, перегрузки торможения при 180 до 0 до 1,2 g, то есть в принципе тормоза отработают более чем нормально, ну что нам в принципе осталось то поговорить о ее цене, в принципе машина достаточно доступная, вот несмотря на все ее проблемы, кстати в этой уже все проблемы пофиксили, поставили ковку для того, чтобы мотор уже не рыгал, опять же заменили двухмассовый маховик на одномассовый, поэтому многие проблемы решены, что по цене, то есть на рынке посмотрел в принципе делятся на таких две части, то есть например из 18 предложений автомобилей, которых я смотрел 17, 9 автомобилей было в диапазоне от 10 до 13 тысяч долларов, вот причем больше там 10-11 и остальные там 8, это был диапазон от 13 до 15 тысяч, в принципе как бы автомобиль доступный, годный естественно, если все эти моменты только убрать, про которые я говорил и в принципе все супер, большего конечно приятный автомобиль, я ожидал худшего, я даже когда сел, когда изучал этот автомобиль, там смотрел там фотографии, считал обзоры там и так далее, характеристики рассматривал, я ждал худшего, все же достаточно годно, особенно это панорамная крыша, это вообще просто секс!